Как я говорил в начале, мы сейчас работаем над следующим сборником песен, и сегодня мы бы хотели спеть не только песни Леонида Симакова, но показать кое-что новенькое, точнее сказать, кое-что старенькое из новенького. Это будут песни, вот диск, который мы готовим, это будут песни нашего круга, так сказать, песни нашего духовного круга. И хотелось бы сегодня вот показать несколько из них. Первая песня называется «Детский рисунок». Это еще одна недетская детская песенка, но адресованная, конечно же, к взрослым. Автор Евгений Клячкин. Песня «Детский рисунок» 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 И на сегодняшний день остался только полустанок. Он носит то же самое название «Воздухоплавательный парк». Не все иногда понимают, что это значит. И, собственно говоря, о тех забавах начала прошлого века напоминает только этот полустанок и песня Александра Городницкого, которая так и называется «Воздухоплавательный парк». Петербург 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 Куда петербургские жители, Толгою весёлые бежители, Истинут свой след истребители У века на самой заре. Слово небо пустым и свежий ещё, Достигнут лишь первый рубеж ещё. Не завтра ли бомбоубежище Отроёт у нас во дворе? Слово небо пустым и свежий Слово небо пустым и свежий С этими замечательными музыкантами У меня вообще не приходится Брать в руки гитару. А это жаль. Вот единственный, так сказать, Случай в программе. Когда держать. Когда держать. Да, спасибо. Ну, ещё раз обратимся к литературной классике, но на сей раз к поэзии. Уверен, что вы узнаете эти стихи. Романс посвящается, разумеется, женщинам. Я вас люблю, хоть я бежусь, Хоть это труд и стыд напрасный, И в этой глупости несчастной У ваших ног я признаюсь. Мне ни к лицу и ни по летам Пора, пора мне стать умней, Но узнаю по всем приметам Болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно я зеваю, При вас мне грёстно я терплю, И мочи не сказать желаю. Мой ангел, как я вас люблю, Когда я слышу из гостиной Ваш лёгкий шаг или платье шум, Или голос девственный невинный, Я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнётесь мне от рады, Вы отвернётесь мне тоска За день мучения, Мограды, И ваша бледная рука. Мой ангел, сжальтесь надо мной, Не смею требовать любви, Быть может, за грехи мои. Мой ангел, я любви не стою, Но притворяйтесь этот взгляд, Всё может выразить так чудно. Ах, обмануть меня не трудно, Я сам обманываться. Но притворяйтесь этот взгляд, Всё может выразить так чудно. Ах, обмануть меня не трудно, Я сам обманываться рад. Спасибо. Музыку к этим стихам Александра Сергеевича Пушкина сочинил не Глинка, а наш студенческий товарищ Коля Игнатов. Николай Игнатов. Ещё одно произведение из Дружеского круга. Владимир Розанов. Володя Розанов написал песню, которую мы тоже сделали, придумали, аранжировки и так далее. Песня называется «Солнышко». Но это другое «Солнышко». Игнат Гénerинец. Игнат Горби Для этого «Солнышко». Игнат Геринец. Ана paradел florка. Медевы. Песня. Аинь. Т coming方 отнапываешься, Опустила солнышко ресницами, Опустила в озеро с просона. Мальчику привиделась плотвиться, Девочке приснился лягушонок. Мальчику привиделась плотвиться, Девочке приснился лягушонок. Юноши не кожаные тропы, Девушке не высыливая платья, Дедушке забытые околы, Бабушке забытые объятия. Дедушке забытые околы, Бабушке забытые объятия. Только ничего мне приснилось, Но я сидел до ночи у оконца, Я смотрел, как медленно катилась, Поднималась из-за леса солнце. Я смотрел, как медленно катилась, Поднималась из-за леса солнце. Я смотрел, как медленно катилась, Поднималась из-за леса солнца. Я смотрел, как медленно катилась, Мальчику привиделся в швейце, Это, наверное, какое место population is going to be Белый пароход Белый пароход Плывущий по реке Белый пароход Плывущий по реке Будто топы, бурны Карабы с куражки Скорей девок гадят В теплой терке Очередь закинут Деда на деревяшке Лотка на цепи Засовшие ромашки Белый пароход Плывущий по реке Белый пароход Плывущий по реке Сонный участковый Говорос на дару Дядька под дулей Волосы без смех Пин в карусе косы Грудь под сарафан Облески над складом Зареван на кран Белый пароход Плывущий по реке 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 Возвращаемся к песням Леонида Симакова. Прозвучавшие песни, как я уже сказал, они составляют некий круг друзей, некий круг единомышленников и так далее, чего сегодня, по-моему, очень остро многим не хватает. Некоторые, правда, боятся себя в этом признаться. Как нередко декларирует мой близкий друг, я опять обращаюсь к цитированию его, он сейчас в зале. Но прежде чем привести следующую цитату из него, я бы просто хотел сказать, что сегодня среди нас присутствует мой действительно очень близкий друг, доктор медицинских наук, детский хирург, заслуженный мастер спорта по самбо и дзюдо. Я пытаюсь вспомнить все его титулы. Заслуженный тренер всех взрослых и народный друг всех детей. Специалист по спортивной медицине. Писатель больше, чем читатель. Заслуженный артист второго ордена Ленина Медицинского. Мы постоянные визаве на всех публичных и непубличных выступлениях. Евгений Гаткин. И вот в анекдоте, в той старой истории про англичанина, который приходил в гости с чувством собственного достоинства, находился в гостях и думал, не потерял ли я хотя бы капельку собственного достоинства. И уходя, тоже думал, что не потерял ли я там капельку собственного достоинства. что вот с такой же завидной маниакальностью мы с моим другом Евгением, анализируя то или иное событие в жизни страны, в жизни друг друга, неважно, свое или чужое действие, задаемся вопросом, а не предали ли мы идеалу нашей юности. Ответ себя отвердая – нет. Поэтому на том стоим. Евгений Акадьевич, спасибо вам. Итак, мы возвращаемся к песне Гарри Симакова. Следующая песня тоже родом из нашей юности. Называется она «Кому что снится». Снятся лошади сатиновые травы, Золотистые овсяные дожди. Жеребенок, неизведавший поправы, Ржет танцительно, маваня, погоди. Скоро тортится сатиновое поле, Не тревожься, жеребенок, нагоняй. Через три-четыре сонки на домой Станешь ты вполне похожим на коня. Снятся девочкам мальчишки-лопотрясы, За пьяки, за талаги, трепачи. Снятся девочкам мальчишки-лопотрясы, Те, которые там хочется тащить. А камы, камы летать, да вы знать бы, Где тот принц, который в сказку глазовел. Снятся девочкам обещанные сладьбы, Да которые все на свете заживет. Снятся птицам, что ничто их не пугает, Что не надо птицам предострожать. Снятся птицам, что орлы не побугает, Не боятся перчим птицам подражать. Снятся птицам, да птицам надоело, Перелетная пустая суета. Снятся птицам, что в России потеплело, И не надо никуда перелетать. Снятся птицам, что нежной парусине, Ширпотребная отрыгла полоса, Быть штанами парусине некрасиво, Парусине надо быть на парусах, Так заположимся от ярости мелья, И да здравствует хмельная высота. Лучше скинуть белым парусом арея, Чем до старости таскаться на задах. Лучше скинуть белым парусом арея, Чем до старости таскаться на задах. Спасибо большое. Следующая песня была написана в 1968 году, Извините за такую древнюю дату, К спектаклю «Испанские комедии» В Красноярском драматическом театре. Там есть одна интересная история, Я позволю себе... Да, я позволю себе ее рассказать. А, спасибо, спасибо. То есть разрешили, да? Спасибо. Значит, в 1968 году Леонид Павлович Самаков Работал главным режиссером Красноярского драматического театра, Они ставили там спектакль «Испанские комедии», И в ту пору к ним приехал на гастроли Известный, просто очень сильно известный В 60-е и 70-е годы Барт Юрий Кукин. К сожалению, вот вы знаете, Может быть, слышали, Он недавно умер, 7 июля этого года, К сожалению, он скончался. И Кукин во время гастролей, После концерта, значит, так сказать, Они собрались в творческой мастерской За рюмочкой чая, И Симаков ему говорит, Ну, Юра, а напиши мне, пожалуйста, Это я из первых уст рассказываю, Напиши, пожалуйста, песню Вот к испанским комедиям, Там надо про инквизиторов что-то написать. Кукин говорит, а зачем? Ты сам, да и напиши, Мне некогда типа того что-то. Он говорит, да я на гитаре играть не умею. Это была первая песня написана. Он говорит, да я сейчас тебе покажу два аккорда. Один вот такой, ля-мажор. А второй вот такой, ля-мажор. Говорит, могу третий показать, Но это уже будет чересчур, Ты не справишься. Говорит, вот два аккорда и сочини. Леонид Симаков написал свою первую песню, Которую называется Куплеты инквизиторов. К тому самому спектаклю. Ну, как вы сейчас услышите, Именно на этих двух аккордах. От костей До северных До северных До северных Сети До северных На этом свете можно все на том нельзя А-а-а, согрешить, а-а-а, так и сяк А-а-а, и не напрасно скажет вам любой посяк А-а-а, кто не в рясе, тот дурак Нашу веру мы любили А кто не верит, тем она им и смерть Чтоб злодея, халилея Неповадно было на небо глядеть На небе же нет, кроме Бога, никого А-а-а, нет, как нет, а-а-а, нет, как нет А-а-а, а прилидец, нет и Бога самого А-а-а, только это наш секрет Мы не звери, что вы, что Мы везде, но нас не надо замечать Днем и ночью мы готовы Нас самих от наших мыслей защищать Да, нас нет нигде, но и простить все же есть А-а-а, нас не счесть, а-а-а, бой не счесть А-а-а, мы знаем, где вам надо встать и где вам сесть А-а-а, мы всю Даже здесь Спасибо Ну, как часто бывает, произведение написано Во времена еще не очень развитого социализма Но уже с человеческим лицом Теперь звучит свеже и актуально сегодня В эпоху неофеодального катаклизма, так сказать Переходим к следующему произведению Наша следующая песня Ну, трудно сказать, что она имеет некий политический окрас Но в свете сегодняшних взаимоотношений с южным дружественным государством Некогда дружественным, пожалуй, имеет Вот, и мы посвящаем ее замечательной стране Грузии И красавцу городу Тбилиси Вот, песня исполняется на русском языке Мы оставили только два грузинских слова Вы ее без труда узнаете На старинном Тихийском базаре Сидел старинный птицелум Получив от прохожего очередную рубль Он допускал из клетки ворона Или голубя Или своего единственного орла Птица делала прощальный круг над базаром и всякий раз улетала в одном и том же направлении, к Старьковскому дому. Но этой маленькой хитрости никто не замечал, потому что старик много и охотно пел. По имени леди, мадам, гражданки, градцы, всех им спасибо дам, всем, кому мимо птичек пройти, его мочи, его мочи. Под кружевами, под шелками, трет им мозолевый кашельками, я ломать имени птичек хочу помочь. Если в неволе топиться птица, и по-грузински на рубль скупиться, я вас прошу, не будите во мне грозу, что ты на ворона пальцем птичешь, что говоришь, ты чихал на птичек, ты не грузин, а с насморком ты грызун. Девушки отдыхают Бежон, бежон Грузин, грузином бы вовсе не был Ни будь в горах он в объятьях неба Там он лелеет землю виной И жон, и жон Эй, бланкинистая, бланка Со скуперняем в тупых поднимках Все у тебя тупое, мой дорогой Эй, бланкинистая, бланка Вам отошла бы вот эта клетка Лучше жить с папугоем, чем с дураком Комарчева, геннадцевали Хорошо бы спеть на свадьбе Спеть на свадьбе хорошо бы Геннадцевали, Комарчева Сколько мне лет, посчитайте сами Я не на сваде согласен с вами Умные люди столько не живут, а зря Я пошутил, послушай, милый Я воевал с самим Шамилем За государь императора, за царя Как мы с казаками воевали Вы воевали тогда едва ли Помню, тогда командир у нас был непростой И если б убили нам командира Не было бы ни войны, ни мира Тем командиром писатель был Граф Толстой Комарчева, геннадцевали Хорошо бы спеть на свадьбе Спеть на свадьбе хорошо бы Геннадцевали, Комарчева Что, дорогой Чичикок, молчишь ты Впрочем, ты рядом со мной молчишь Как сколько тебе? Разве сто двадцать глаз? Постой, постой Помню, с войны я возвратился Ты в эту осень как раз родился Ты молодец, ты выглядишь на все сто Как бы мои не шалили в бочке Я послился бы в винной бочке Даже шашлык без рюмки колючка пьешь Ты геннадцевали, погинул горе Так почему ж ты не пьешь, а горе? Ах, нету горя, тогда почему не пьешь, пьешь, пьешь? Не успевая на свет родиться Мы начинаем с собой гордиться Не отличая орлов от голубей Мир, где назвали, чудно устроен Жить хорошо без царя до троги Жить хорошо без царя на троне Жить не совсем хорошо без царя в голове Комарджуба не над свадьбе Хорошо мы спим на свадьбе Хорошо мы спим на свадьбе Спим на свадьбе хорошо без царя Хорошо мы Геннадцевали 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 Комарджуба Спасибо, друзья Спасибо, друзья Еще одна песенка С позволением сказать шуточная Значит, да, извините за такой термин Значит, ну, по сути, это инструкция Да, это инструкция о том, как не замерзнуть Если вы решили переночевать на улице Не доведя до двери вашего подъезда Каких-нибудь несколько метров Ну, так бывает, знаете, не рассчитали силы Они гончились Чтобы в этой ситуации не наступило трубное окоченение к утру Необходимо между собой и планетой положить некий теплоизоляционный материал Вот, герой следующей песни положил как раз под себя фанерочку Поэтому песню мы называем «Фанерочка» А на самом деле полное авторское название «Песня пьяного интеллигента» или «Неуютная ночь» Тело было в сентябре Ночевал я во дворе Лежа на фанерочке И не то, чтоб много пил И не то, чтоб зло копил Ну, не хотелось к верочке Я валялся, как рот Милицейским патрулем В спешке небо убраны В габардино во плаще Неженатый И вообще жизнью не обобраны Я лежал, соображал Сам себя не уважал За любовь и злой тебе И неприлично в сентябре На фанерке во дворе Ночевать без зонтика Я лежал на постовой Слип покрытой головой Полосёнки веера Я дрожал всем корпусом Словно стрелка Упасла Сапогами к северу Я припал В земле накрылся На минуточку В сплаке На минуточку Другой К девушку Засопел На торопе Как районный терапевт Служающий девушке Я лежал, околевал На меня в город не клевал Ой, неужели ж брезговал? То ли был я слишком пьян, то ли город был в формах, не желал, не трезвовал. Я лежал, душой менял, эту песню сочнял, охмуренный вверх. Своим серым веществом, не совластный с большинством, ну буквально вермонтов. Я лежал, пивка ходил, языком слегка хрустел, нерассивки с вечера. Под желтеющим пустом я распинулся пластом, тихо и коверчиво. Скоро дворники пойдут, давай дворы меня найдут, к телефону кинуться. Обмахнут меня летой, снова встану я живой. Часть-ка в один, часть в четырнадцать. Обмахнут меня летой, снова встану я живой. Часть-ка в четырнадцать. Да, ну что ж, друзья, вот я, пожалуй, подойду к тому, с чего мы и начинали. Вот с этой истории, знакомство с автором этих песен. В восемьдесят пятом году мы участвовали, как я уже говорил, в сборном концерте в Тушино. Это был клуб «Красный октябрь». Там было очень много, ну теперь уже, можно сказать, звезд жанра. Выступала Вероника Долина, Олег Митяев, Мещуки и так далее, Ивашенко Васильев. Вот, в этом концерте принимали участие мы, ансамбль «Нашеловка». В СССР в ту пору был сухой закон, да. И, значит, мы втайне, так сказать, от всех, стоя за кулисами, принимали допинг. Вдруг перед нами возник большой человек с добрыми глазами. Вот, проницательно, так пронзительно посмотрел и сказал, что закусываете? Говорим, да нет, просто колбасу едим. Показали ему просто в докторской колбасе. Говорим, да ладно, закусывайте, закусывайте. Вот, ну, в общем, так состоялось знакомство с Леонидом Семаковым. Потом он сидел в отдельной комнате. Да. Потом он сидел в отдельной комнате, репетировал. Он отвернулся лицом к стене, была его манера репетиций. Он прятал голову, так сказать, в песок и думал, что он уединился. Вот, и сидя лицом к стене, он что-то напевал. Вот, и эти песни так заворожили всех за кулисами, что все собрались в этой комнате и, в общем, слушали его песни. Вот, и в зале публика не очень понимала, что за аплодисменты доносится из-за кулис. Вот, ну, в общем, вот такая, понимаете ли, история. Прошло всего целых 26 лет с той поры. И мы заканчиваем, как бы, так сказать, вот нашу программу. Еще одной очень грустной песней Леонида Семакова, которая как раз очень подходит для заведения в стиле кабаре, где мы сейчас с вами находимся. Песня называется «Философический канкан». Если в ритме бодрого Кавказа посмотреть с иронии на мир, Можно жить на севере Кавказа и на юге острова Таймыр. Можно быть на Вином и Кирилл, можно жить и в долгах, и в долгах. Можно пить в Боржоне на Курилах, а можно пить в Борталей в Есентуках. Жажда жизни в рост удаления, Дважды два надеются на пять. Ждут весны безрогие олени, Чтобы стать рогатыми опять. Счастье нас обманывает часто, Предлагая горную траву. Можно быть здоровым, но несчастным, Можно быть счастливым, но в гробу. Страсть бездарной стала бы бездрам, Глупой тревкой стала бы фатар. Невозможно королю бездам быть, Невозможно даме без войта. На любовь не выдана патента, У любви сжиманное лицо. Можно быть желанным импотентом, А можно быть постылым жеребцом. Жизнь, она меняется с годами, Преддаваться стоит ли в Москве. Можно нахимичить в Магадане, А сидеть на химии в Москве. Каламбур, фонарь в словесном мраке, Был-то прежде будет и потом. Можно быть скотолкой и по фраге, А можно быть без фрага и скотом. Можно на вершине не решиться, Можно быть с вершинами воды. Можно быть непонятым при жизни, А можно быть при жизни понятым. Жизнь, и пугаясь, и пугая, Усмиряя в линии свои. Можно быть бесстрашным попугаем, А можно быть пугливым салоном. Сейчас репетируем с женским тортопалетом этот же номер. Дорогие друзья, большое вам спасибо. Мы, как-то так и страничались, что закончили раньше времени. У нас есть еще время выпить, закусить, пообщаться. Кстати говоря, если у кого-то из присутствующих вдруг неожиданно нету вот этого самого диска, о котором я рассказывал с песнями Леонида Симакова, он есть в фойе. Обращайтесь. Большое вам спасибо, мы вас очень любим и ждем. Что я делаю? Да, спасибо. Вы знаете, в зале Ольга Орлина, Ариста Кисян, она знает, что говорит. Значит, с удовольствием представляю моих друзей-единомышленников, это не просто музыкантов, с которыми мы все это делаем, надеюсь, будем делать. Блестящий музыкант Анатолий Шаров. Да, сегодня вы слышали, это была с Гринкой аккордеон. На самом деле в арсенале у него гораздо больше инструментов. Замечательный гитарист Алексей Сенин. Баз-гитара Виктор Жаров. Маскируется под таджика, но ничего, очень красиво. Мой друг, давний друг, замечательный фотохудожник и прекрасный гитарист Виталий Степанов. Спасибо вам, друзья. Приходите. Я вас буду информировать о нашей эфире. Спасибо. Мой друг Георгий Торченко. А теперь и мой. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЛИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что же не так, не так? Что же не удалось? Заблудилась моя печаль Между пихты берез И не действует по ночам Расстояний наркоз Расставаясь, шептал пустяк Ведь не видишь же ты насквозь Просто что-то не так, не так Что-то не удалось А поезд длинный смешной чуток Как заучил меня вопрос Что же, что же не так, не так? Что же не удалось? Ариэлем хотел лететь Ни любви, ни забот И ведь горы как налететь Уходить каждый год Впей в колено тоску кулак Ух, держи от ненужных слез Просто что-то не так, не так Что-то не удалось А поезд длинный смешной чуток Радь стараться отвердит вопрос Что же, что же не так, не так? Что же не удалось? А поезд длинный смешной чуток Радь стараться отвердит вопрос Что же, что же не так, не так? Что же не удалось? А поезд длинный смешной чуток Радь стараться отвердит вопрос Что же, что же не так, не так? Что же не удалось? А поезд длинный смешной чуток Радь стараться отвердит вопрос Как замучил меня вопрос Что же, что же не так, не так? Что же не удалось? Что же не удалось? Что же не удалось? Еще раз спасибо вам До новых встреч Ну, у нас, конечно, есть в сундучке Хочу вам рассказать, что песня про поезд Юрия Кукина Это сейчас была чистейшая импровизация, поскольку мы с Виталиком ее пели Спасибо ребятам, спасибо Алексею Он прямо на ходу все сделал красиво Следующая песня Евгения Клячкина Еще одна, точнее, песня Это одна из его цыганочек Называется она «Грустная цыганочка» Да, в аранжировке Виталия Степанова Что любить, когда кругом потери Остается жить без веры Веря, что родные люди Все, кого мы любим вечно С нами будут Не жути, когда судьба Поманит Не грусти, когда она Обманит Игонки глотая Снова жизнь мотая Истина Поймешь, пространят все, что Еще вчера Из бетона нынче Ступи хоть шаг Но бетону там, где Еще вчера Плыл твой плотик Нынче Пузыри В болоте Что любить Да только то, что близко Полюби, дружок Себя Без риска Да не тропнет пламя Перед зеркалами Где Твое лицо Как в раме Полюби Стекло Метал И камень Погуби Своими же Руками Все живые звезды Что нас так тревожат Погуби Пока не поздно Что, брат Легко сказать Это правда Плють И растоптать Вся та радость Что, брат Не хватит сил И не надо так Живи, как жил Не падает мёртвым Оставь покой Это точно Ты ведь Пока живой Кровоточишь Прочих Ответов нет И не будет так Устроен свет Ты любишь Что любить Когда кругом Потери Что любить Когда кругом Потери Что любить Когда кругом АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья У нас не останется Время на выпуск Закусить Понимаете Тут строгий хронометраж В наше время До восемнадцати Уже мало времени остается Поэтому еще раз Спасибо вам большое Веселую Веселую? А небо синее А небо веселое А небо веселое Не, небо синее Не получится сейчас Это Это пока Лабораторные исследования АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья Ну правда Значит АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это вас имели ввиду Витальевич АПЛОДИСМЕНТЫ Заметьте Не я это предложил АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну просто мы не готовились на бис И вот сейчас Суэрожна Перебираем в своем сундучке Чтобы это было достойно Чтобы не ударить в грязь лицом А, ну кстати да, может быть И все Федя Еще 150 шампанского И все Как было сказано в нем Песня на стихе Алексея Морозова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И больно глядеть на солнце, И Леннон всегда живой. Где дым подросся прибой, И свитер броженый слетный, И бух над верхней губой. Георг Торчьян, Толя, Алексей, Виктор, Виталий. Спасибо!